последний расплод решила посчитать сколько клеща потому что маток изолировала и вот эти вот пятачки хочу посчитать сколько же там осталось клеща вот третья рамка здесь немножко моложе расплод травмируется хуже извлекать ну вот пожалуйста я в ужасе посмотрите что творится это какой-то кошмар надо срочно срочно просто срочно удалять весь расплод вы представляете что вот это все выйдет в семьи друзья тут наполнен интернет видео как ищут клеща ну я решил его поискать вот вытащил одну рамку клеща нет вот видите червяк под крышечками клеща нет клеща нет еще раз повторяю это расплод последний по идее тут должно быть его просто немеряно клеща нет расплод еще раз повторяю если бы здесь было его просто запредельное количество клеща тут бы он выпрыгивал выскакивал бегал его вот нету практически то есть фумисан а карасан и бипин работает нормально где-то меньше где-то больше но он работает так что за клещованности семей у меня нет просто семьи слабые осенью от бескормицы засухи жары и отсутствие достаточного клеща не в количество пыльцы потому что все повыгорало еще раз уже третий раз третий год доказываю что ну слабость семей не зависит от клеща в основном это не основной его показатель слабости просто нет пыльцы нет взятков за сухожара вот 131 день 133 прошло прошел дождь но шо это дождь уже высохло все так что вот исследование провели 4 октября двадцатый год суббота опять потеплело на прошлой неделе на выходных было тепло по выкидывал остатки расплода там и такие выходящие и засева там тоже пипа пчела активизировалась сегодня даже с обножкой смотрю пошла некоторая семьях но но собственно говоря не об этом вот этот первый угли который стоит был за клещова нас у него про муравьинку кино показывал в субботу значит получается в ту второй раз я муравьинку уложил расплод по выкидывал уже сказал то есть выходить клещу неоткуда весь клещ на пчеле сегодня через неделю сделал смыв вот собственно об этом и кино смыв нам мыльном растворе вышла у меня 141 пчела и один клещ который по идее должен был смыться с пчелы и упасть на дно но он не упал его я нашел на пчеле когда считал количество чего то есть получается метод не стопроцентный по показанию как бы вот этого всего заклещованности но тем не менее на данный момент если вот этому всему верить у меня заклещованность вот в той семье которая сыпала и сыпала от муравьинки после химии 0,7 51 процент вот этого клеща делим на количество пчел умножаем на 100 получаем процент заклещованности получается что это не так тут может где то еще где то на том сидит остался не вымылся может я что то не так сделал хотя вроде все по технологии на этой паровой теплой бани пчелу сперва залил потом баню баню эту паровую теплую с мыльным раствором промыл хорошо пены тут гора была на бумажку воду слил нету ничего сидел считал пчелу вот нашел этого клеща одного единственного в других контрольках осыпи клеща вообще не было после муравьинки но вот после второго раза ну вот и теперь дилемма проливать бипином или нет скорее всего пролью да не скорее всего а пролью еще раз положу контрольки смотрю осыпь такая маленькая кино вот такое друзья противостояние напас сумасшедший пересадил две семьи и надо прекращать потому что не дают никуда залезть открыть мед поставить лезут везде хочу вам показать семью которую я смотрел вчера утром было прохладно и видите с четырех рамок изменил надпись на две ну не знаю насколько они сейчас расползлись но сидели они вот на всех на четырех рамках впереди вот такие клубки с ладошку и по идее надо бы их сократить на две рамки и добавить потом рамку пчелы из другой семьи которая будет слабо сейчас посмотрим расползлись видите вроде бы и полно пчелы но я когда вчера смотрел утром и написал изменил решил добавить потому что ну очень мало было пчелы и вся висела внизу около летка ну или ничего сейчас не буду делать хотел сократить на две рамки и рамку добавить прям сейчас объединить но они опять расползлись видите обман такой пчелы динамично сокращаются и расширяется маточка вот она ходит на полнометных рамках все на месте но мне не понравилось видите как все меняется в этом мире пчелы сидела пол улика все сидела спереди улитка а сейчас потеплело с 3 градусов до 13 и пчелы расползлись на всю площадь осталось семей двадцать сократить пересадить на четыре рамки и в принципе можно уже готовиться к переезду вот семья сидит вроде бы на шести-семи рамках лазит по всему корпусу посмотрим что она из себя представляет в общем то ничего она из себя не представляет расположилась пчела да и все ну и все хорошая рыженькая маточка этого года вот такую полнометную рамочку поставим поверьте корпус тяжелый в нем килограмм наверное 40 ну не 40 килограмм 30 точно есть полнометных рамок пусть даже по 3 килограмма 8 3 24 плюс челки 2 килограмма 26 ну килограмм и плюс корпус вот 30 килограмм этот корпус весит рамки с медом килограмма по 3 вот теперь эта комплектация будет просто изумительная вот так надо комплектовать семью снялась вот так вот да а а Продолжение следует...